В 120 зданий на взлётке в Покровском остались без горячей воды отопления. Среди них детские сады и школы. Коммунальное ЧП произошло ночью в районе торгового центра Рецейл. Там прорвало магистральный трубопровод. Чтобы реки Кипятка не хлынули на дорогу, коммунальщикам пришлось закрутить вентиль. На место съехались аварийные службы. Сначала специалисты разрыли асфальт, чтобы откачать воду и найти место порыва. Из-за этого пришлось перекрыть движение по Батурино от перекрёстка с Алексеева. Это далеко не первая коммунальная авария в этом году. Улица и дворы Красноярска основательно оттопило весь январь. Начался год с фонтана кипятка на 60 лет октября. Замёрзнуть тогда могли 170 домов в Свердловском районе. Порывы были и на Ключевской. Тогда у жителей многоэтажки затопило подвал. А на следующий день уже на Матросово появился дворовый океан. В этот раз специалисты заверили, закончат работы к 8 вечера. Плюс некоторое время потребуется заполнение и настройку теплосетей. Сейчас мы, как раскопаем, мы увидим. Наши специалисты проведут экспертизу, выяснят причину. Теплотрасса не старая. Что привело к этому, пока неизвестно. Тепло, естественно, вернётся сегодня. Сегодня к вечеру. Редактор субтитров А.Сёмкин